Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мой новенькое видео по игре Tracks and Trails. Друзья, в общем, короче, продолжаем проходить эту замечательную игру. В прошлый раз я остановился на задании доставка на ферму. Там оно было такое действительно сложное, под 90 градусов. Прям, ну, вообще было реально очень сложное задание. Я на нем психанул, не смог его пройти. И вне видео я его прошел, ребята, на серебро. В общем-то, опять же, я посмотрел советы, которые вы мне давали в комментариях, как там лучше вывернуть. Да, действительно получилось. Немножко, конечно, пришлось там помучиться в одном месте, но, в принципе, все получилось достаточно неплохо. Ладно, давайте забудем про него. Тут таких заданий у меня много было. И давайте мы будем дальше продолжать проходить всю эту историю. Осталось у нас всего 11 заданий. Ну, давайте, наверное, сегодня попробуем выполнить 5. Чтобы на следующую серию у нас осталось их 6. То есть, чтобы это как бы не затягивать все. В любом случае, по времени посмотрим, как оно там у нас все получится. Перевозка цистерны. Давайте посмотрим, что это такое. Я, по-моему, машину не поменял, да? Я, по-моему, на том же самом Мерседесе остался. Да, тот же самый Мерседес. А не могли бы вы поставить эти два прицепа на указанные позиции на грузовой площадке, чтобы они были готовы к завтрашней большой поставке? Эти два прицепа поставить вот сюда. Ну, блин, в принципе-то... Ой, как громко. Почему игра думает, что я еду назад? А, понятно. Что-то, короче, на Мерседесе случилось, походу, с электроникой. Ну, бывает. Ничего страшного. Бывает, бывает, бывает. Она просто думает, что я еду назад. Ха-ха-ха. Все нормально. Он уже тогда знал, что он будет КамАЗом. Так, я что, еще не доехал, получается? Еще не доехал? Ё-о-о, просто-то это прям вот ты настолько у нас задротская получаешься, да? Ну, не торопимся, ребят. Я не спешу выполнить там как-то, да, на время или еще что-то. Понятненько. Ладно, давай начнем заново. Во, сейчас нормально машина работает. То есть, да, видимо, действительно какие-то были у нее приключения с электроникой. КамАЗ вселился у нас в Мерседес еще в те годы. Блин, ну ты, конечно, Алексей вообще такой ровный чел. Так ровно паркуешься за 2 метра от того места, куда тебе надо припарковаться. Так, еще. Ну, давай попробуем. Сразу под таким углом. Ну, по идее, он должен зацепить. Во. И сразу мы вот так вот выезжаем и просто, получается, поставим его на дальние ворота вот сюда. Так. Никуда не торопимся. Потихонечку. Все выполняем. Заднюю передачу дай мне. Что за херня? Во. Неужели? Ну. Так. Отцепляем. Идем за следующим прицепчиком. Ну, это что-то прям такое лайтовенькое на самом-то деле. Вот то задание с... Бляцкий рот. Ладно, ладно, окей. Не буду я уже заново. Просто я ударился, видимо, там чем-то. Чем мне не стоило ударяться. Поехали. Отлично. Так. Здесь максимально туда прижимаемся. Здесь такое ощущение, знаете, вот по сравнению с евротраком... Ну, что, заднее-то не включается. Ну, чтобы вы просто понимали, надо 20 раз нажать, чтобы заднее включилось. В сравнении с евротраком здесь такое ощущение, что прицеп как бы несколько дольше выпрямляется, что ли. Я не знаю, либо это связано с тем, что зеркала здесь кривые просто абсолютно. И тебе так просто создается ощущение того, что все это дольше происходит. В разы дольше. Он как бы больший угол берет и больше ему времени надо для того, чтобы, ну, вы поняли, да, чтобы выровняться. Либо что, я не знаю. То есть вот прям есть какая-то такая здесь проблема. Либо одно, либо другое. Майк снова опаздывает. Вам предоставляется удобная возможность проявить себя как хорошего друга. Почему бы, пользуясь случаями, поставить свой... Ага. Ну, ну, в принципе, можно попробовать. Как бы вроде бы ничего сложного нет, сказал я, да. И поехал зацеплять прицепчики. Так, ну, естественно, сначала мы ближний возьмем, дальний мы просто не сможем вытащить, как нам нужно. Так, выравниваемся. Отлично. Прицепились и помчались. Так, ну, его, наверное, что, сюда затолкаем, я думаю. Блин. Вот выровнялся или не выровнялся, ты поймешь. Так, ну, тут я бочки задену. Вот эти, точнее, не бочки, а эти самые... Ящики деревянные. Вообще не вижу, куда еду. Там по-любому уже все, минус. Минус все, что можно. Я больше, чем уверен, что все, там уже капец полный. Ну-ка, проверим себя. Хотя, ты знаешь, в принципе, нет. Я, прямо-таки сказать, очень хорошо даже захожу. Ясно, понятно, то, что он сейчас будет выпрямляться, но, в принципе, у нас здесь есть свободное место, которое мы можем использовать для того, чтобы выровниться чуть-чуть вперед. Потом еще немножечко поддать назад. Здесь у нас тоже расстояние прям хорошее. Ну, как бы уже, в принципе, можно сказать, встал. Попробуем под медаль, конечно, это выполнить под какую-нибудь. Вот, и все. И вообще прекрасно. Слушай, прям здорово. Очень даже прям я так удачно все выполнил, все маневры. Под 90 градусов я просто заломал, и прям вообще хорошо так получилось. Так, теперь забираем вот этот красный трамари прицеп. Провозился немножко дольше, конечно, но ничего страшного. Давай, поехали. Здесь у нас уже есть. Но тут, конечно, посложнее. Тут я все-таки думаю, что, наверное... Ну-ка, давай так же попробуем под 90 градусов его заломать. Но мне места... Нет, мне места здесь не хватит, ребята, к сожалению. Мне, скорее всего, надо будет здесь разворачиваться. Потому что он тогда просто у меня расцепится. Скинется с... Ну, вы поняли, с седла. Здесь вот даже он сейчас, может быть, у меня сбросится. Потому что его сейчас начнет толкать. В ненужном мне направлении. Ну, с того плеча я заеду, без проблем. Мэг еще чуть-чуть. Вот все, это уже критичная точка была. Да, все, прицеп потерян. И он, видите, уже как бы, ну все, не цепляется. Капец, вообще. И что делать? То есть, ну, хоть как-то придется еще назад тогда. Вот так вот его разворачивать. Ну, ладно, фиг с ним, что мы. Да, я представляю, если бы здесь все было, ну, анимировано там в плане проводов и прочего. Я просто представляю, как бы они растягивались. Капец. Что я вообще делаю? Я понять не могу. Мне кажется, если бы меня увидели, что я так паркуюсь, мне бы сказали, пацан, давай, это, ну, в реале имеется в виду, пацан, типа, что ты делаешь? Иди отсюда вообще. Ну, блин, ребята, в игре это все по-другому совершенно ощущается. В реальной жизни, конечно, я думаю, это немножко проще. Потому что ты, во-первых, хотя бы просто своей жопой чувствуешь, куда ты машину толкаешь, как она себя ведет. Ты видишь зеркала нормально. В экране монитора они маленькие. То есть вот в них практически ничего не читается. Габариты ты, естественно, тоже как-то адекватно оценить не можешь. То есть есть вот своего рода здесь проблемы. И поэтому, как бы, ну, такие тупники, они вполне себе, как бы, по мне кажется, оправданы. То есть это, как бы, нормальная ситуация. Конечно, притрачиться можно ко всему, но извините меня, ребят, в эту игру я сколько лет не играл, я уже забыл, как здесь все работает. И несмотря на то, что серии там я как-то записываю, но все равно это не то. Ко всему надо привыкать. Ну, здесь все-таки немножечко сложнее это делать, потому что это, ну, игра, это симулятор, как бы, грубо говоря. Ну, за 4.30, ну, неплохо, ладно. Нам главное просто завершить задание. Нам звездность не важна. Главное просто припарковаться. Так, сегодня предстоит изрядно потрудиться. Для начала отгоните свой прицеп к раздружительной площадке. Когда освободитесь, поставьте другой трейлер под загрузку. Эту партию товаров вы ставите в личном чуть позже. А этот трейлер у нас туда. Вот, кстати, шторка вот эта синяя прикольно выглядит. Вообще прям здорово смотрится, такая реалистичненькая. Так, нам этот прицеп надо куда-то туда затолкать, но... Ага, я понял. А, это опять такая, это дебильная точка. Я уже куда-то заезжал сюда, вот такие подобные места. Уже был опыт подобный. Было уже, было, было, было у меня такое, да. Здесь места вообще катастрофически просто не хватает. Так, а чё там, подожди, я чё-то не помню уже. А, там ещё и века стоит, но у меня она здесь вообще перекрыта, я её не вижу. Нет, я, наверное, сделаю по-другому, я не буду отсюда заезжать. И отсюда я заезжать не буду. Давай ещё, наверное, мы выровняемся вот так вот. Я просто развернусь, наверное, там, да и всё. Так, хорошо. Интересно, собьётся время, не собьётся, если я сюда заеду. Нет, не сбивается. Хорошо. Так, надо было изначально так сделать, потому что там место как бы впритык прямо вообще под вот эти все манёвры. Ну, попробуем так, ладно. Так, задняя. Ты появишься сегодня? Нет, появилась, спасибо. Так, перекрываем где-то примерно кабина, на кабину примерно где-то перекрываем. Не забываем, что у нас там справа машина стоит, которую я не вижу. Чисто по памяти, я вот это вот так вот её объеду. Выравниваемся. И вот она у нас уже сама туда пошла, можно сказать. Так, теперь закидываем туда её. Ещё можно. Оп, 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 ещё. Облизываем и веку. Опа. Максимально влево роль. Ничего страшного, что на перекос немножко идём, всё нормально. Здесь у нас, помним, что место есть впереди. Оп, аккуратно. Ещё заднюю. Там справа у нас чисто пусто, поэтому мы без проблем туда заезжаем. Немножко, конечно, да, поманеврировали мы здесь, но в принципе как бы без проблем вообще. Можно даже сказать, что ровно мы этот прицеп поставили. Так, теперь идём за следующим. Он у нас где-то там стоит, этот синий прицепчик. Блин, как же камера, вот нельзя сбрасывать. Так, здесь задом, наверное, мы сразу заедем. Не будем выпендриваться. Просто чуть-чуть потянем вперёд, получается. И загоним его через правую сторону. Так, не забываем, там у нас бочка стоит. Моп, аккуратно. Поксимально близко к ней подберёмся, чтобы её не задеть. Эта игра не любит почему-то, когда мы вот такие объекты задеваем. Как бы я понимаю, что, конечно, мы задели объект, типа провалили задание, но, блин, не знаю. Специально так близко их ставить. Так, здесь мы просто вот так вот делаем. К воротам подъезжаем. Насколько это возможно, палим в правое зеркало. Так, нам надо в другую немножечко сторону. Потому что у нас там ещё стоит машина. Так. Чуть-чуть ещё мы её влево кинем. Так. Нет, не прошёл, не прошёл, не прошёл. Ещё рано. Сейчас уже можно заворачивать на пол руля. И хай она катится. Оп. Оп. Заталкиваем. Отлично. Вообще ничего не видно в зеркала. Просто зеркала царские в этой игре. Так, я в чё-то уперся. Мне вот это интересно. Во что я мог упереться? Ну-ка. А, я уперся... А, я уперся, получается, в этот... В пандус. Ну, ничего страшного. Ну, в принципе, там ничего не повредили. Ну, здесь спереди вот так вот мы выпрямимся. Оп-оп. В окошечко вылезем. Ну, может быть, поедем? Спасибо. Нужно было ещё. Да, надо было ещё. Ну, ладно, ладно. Ничего страшного. Про пандус что-то я этот забыл. Обычно как бы стараюсь запоминать, какие у нас там объекты сзади находятся. Чё-то это не увидел. Не, ну, в ЕТС-ке проще, ребята, в разы. Даже в Американ-траке проще машины парковать, чем здесь. Это прям чё-то вообще какое-то собрание сочинений. Так, давайте посмотрим, чё у нас там следующее задание из себя представляет. Мне кажется, я на нём сгорю просто. Здесь потребуется большая точность. Теперь паркуйте прицепы таким образом, чтобы их могли загрузить. Времени мало. Так что приступайте. А, вот эти два. Ну, это похожее задание на то, которое у нас уже было, в принципе. Ну, давай попробуем. То есть, ну, естественно, вот этот прицеп, который ближе как бы к нам стоит, платформа вот эта, да. Где она там? Вот она. Нам её надо поставить первой. То есть, это очевидно. Так, аккуратно. Думаю, так сойдёт. Руль максимально вправо. Чтобы взять угол до упора влево. Аккуратно там ступеньки. Бля, хамуха, а? Ну, как обидно, а? Ну, вот просто чуть-чуть, блин. Ну, вот уголочком вот, ну. Ладно, давай по новой. Уж чтобы медаль у нас была. Ладно, если бы я где-то в середине запоролся, тогда да. Я бы, может быть, задание и продолжил дальше выполнять. Ну, а так-то, блин, чё смысл? Если можно попытаться сделать нормально. Задняя, ты можешь, блядь, включиться? Сука, ты тупорылая говно, блядь! Пиздец просто. Я хуею нахуй. Столько времени потерять, блядь, из-за этой ёбаной коробки передач, блядь. Какой, сука, урод её сделал? Я не понимаю. Вот эти задержки многокилометровые, блядские, вот эти вот. Можно, блядь, до Китая и обратно съездить, пока эта коробка тупорылая, блядь, переключит передачи нахуй. Дерьмо, блядь. Ну, пёрся, блядь, конечно же, ёптать. Всё, тихо. Не бомби. Да не бомбит у меня, блядь. И чё это, блядь, такое? Пизду нахуй. Ребят, на этом всё. Пройдём это всё в следующей серии. Я просто уже чувствую, что я начинаю бомбить. Ничего хорошего из этого просто-напросто не выйдет. Я сразу про это говорю. Если вот я начинаю бомбить, гореть, то это всё. Ничего хорошего уже не видать. Я просто сам начну психовать, и будет очень много мата в ролике, а я такого не хочу. На этом, ребят, спасибо вам всем огромное за внимание. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Увидимся.